Здравствуйте, в эфире события недели. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с делегацией из республики принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Владимира Путина. Видение ситуации сегодня и на перспективу четкий план действий всех органов власти по ключевым направлениям внутреннего развития России, готовность государства инвестировать в граждан своей страны – это послание лидера сильного и уверенного в своем будущем государства. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет защищать свободу, право на мирную и достойную жизнь. И прошедшие два года с момента начала СВО показали мощь нашего государства, которое сумело не только отразить агрессию международного терроризма, но и сберечь единство страны. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов, на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину, отметил Владимир Путин. Президент озвучил много важных инициатив и поручений по социально-экономическому развитию России, образование и культура, здравоохранение и спорт, сельское хозяйство и промышленность, поддержка материнства и детства, экономика и газификация, строительство и ЖКХ. В каждой отрасли предусмотрены те или иные меры поддержки программы и инициативы, фокусе внимания президента, семья, дети, их здоровье, образование и социальное благополучие. В рамках послания глава государства объявила запуски новых нацпроектов «Семья, продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», а также ряд федеральных программ для участников СВО, «Время героев», «Земский работник культуры», «Переселение граждан из аварийного жилья». Все они направлены на улучшение качества жизни наших граждан, увеличение благосостояния людей. Все поручения будут отражены в шестилетнем плане развития страны и в работе регионов. Это послание, несомненно, войдет в историю не только нашей страны, но и всего мира. Ведь в очередной раз наш национальный лидер показал, насколько мощна, велика и независима Россия. За нами великое прошлое, но впереди не менее могучее будущее, полное победы и достижений, отметил Рашид Тимрезов. Особое внимание в нашей стране уделяют качеству жизни семьи с детьми на поддержку рождаемости. Для этого и будет запущен новый национальный проект «Семья». Глава государства подчеркнул, что все меры, которые принимает государство в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат. Благодаря государственной поддержке количество многодетных семей с каждым годом растет, в республике реализуются проекты. Сегодня в дополнение к существующим были включены новые меры и программы. Цель поставлена, а теперь будет работа по ее успешной реализации совместно с другими министерствами и ведомствами. Комментируя послание президента России Владимира Путина федеральному собранию, отметила министра труда и социального развития Крачева-Черкесии Динара Камурзаева. Как всегда, безупречное послание президента, как всегда, четкие установки. И уже сегодня мы понимаем, как мы будем строить нашу работу в ближайшие годы. Основные направления, на которые обратил внимание Владимир Владимирович, это, безусловно, улучшение демографической ситуации, улучшение социально-экономического развития страны. Очень большой акцент на многодетные семьи. И, безусловно, надо обратить внимание на новый национальный проект «Семья», реализация которого, безусловно, даст хорошие результаты. Это видно и по опыту последних пяти лет, в течение которых мы реализуем другие национальные проекты. Надо обратить внимание на то, что программы по активному долголетию также продолжают реализовываться. И сегодня Владимир Владимирович озвучил и это направление. Также на этой неделе в Москве состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Крачева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Рашид Тимрезов доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и планах на перспективу. Я посмотрел материалы по республике. В целом ситуация вполне скромно, скажем, удовлетворительная. Объём промышленного производства растёт, сельхозпродукция выпускается в большем объёме, безработица снижается. Она только заметно снизилась до 5%. Она ещё, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но всё-таки снизилась почти в два раза. Это незаметный момент. Тем не менее, есть вопросы, требующие особого внимания. Это почему-то у вас, не знаю, может быть, не совсем так, вы сейчас поясните, растёт стройка. Владимир Владимирович, у нас вот на итоговом оперативном штабе под председателем Хуснулина, вот подводили итоги, мы там в четвёрке или в тройке лучших. Понятно, что у нас, к сожалению, сейчас ИЖС больше, чем МКД. И по МКД мы тоже растём по квадратному метру на человека. Но я хотел бы вам ещё сказать, те ваши решения, которые вы приняли по социальной дегазификации, они тоже влияют на рост водимого жилья. Потому что люди подключают бесплатно, и, соответственно, мы это жильё тоже уже считаем. Поэтому вот эти цифры я точно знаю, не хочу с коллегами там спорить, но коллеги из правительства отметили так. Это данные Росстата, поэтому... А инвестиции как вы видите? Инвестиции у нас тоже выросли на 18% в основном капитала и растут. Я вам докладывал о том, что мы в течение трёх лет должны создать более трёх тысяч рабочих мест. Мы с этой задачей... Да, да, да. Но это видно по всем материалам, это правда. Хорошо. На что хотели бы попросить? Я хотел бы вас поблагодарить за решение по году семьи. На самом деле мы уже справили свой штаб, те меры поддержки, которые и вы уже обозначили, и те региональные программы у нас, и финансовые, и не финансовые меры поддержки семьи. Но, во-первых, всё-таки у нас... Вообще каждая третья семья является многодетной. И всё-таки у нас в одном доме живёт три поколения, может, жить. Бабушка, дедушка, внуки, дети. И республика ещё является шестой в Российской Федерации по продолжительности жизни. Конечно, пандемия сказалась. Но те ваши поручения к 30-му году, 80 плюс, мы неукоснительно с правительством Российской Федерации работаем. И я думаю, что у нас будут результаты его отсутствуют. Ну, и Владимир Владимирович, также у нас очень много мер поддержек, которые тоже с годом семьи они связаны, они перекликаются. Это то, что касается ещё и поддержки наших ребят, которые принимают участие в СВО и по членам их семей. Мы очень активно работаем с фондом, который был создан. Хочу сказать, что у нас несколько мер, в том числе и финансового, и не финансового характера. Ребята сегодня самоотверженно находятся в зоне СВО. Их семьи, каждую семью мы знаем. Знаем, какие проблемы есть, какие их, естественно, оперативно мы решаем. Это очень хорошо. Я вас прошу держать этого лично. Я сам лично истощался. Я думаю, мы погибших. Поэтому каждую семью знаем, никого не забываем. Ну и говорю о том, что я не буду перечислять наши выплаты. Ну, Дмитрий Владимирович, держим это на контроле. Вы контакты развиваете с Старопильским районом в Луганске? В Луганске, да. Мне не нравится такая подшефная территория. Ну, да-да-да. Партнерский. Попробратимский. Попробратимский, да. Владимир Владимирович, отдельные слова благодарности вам за национальный проект. Поликлиника? Да. Поликлиника, введенная в горах. 486 объектов построено. 486 объектов с 2018 года. Поэтому мы эту работу активно будем продолжать. Ну и отдельные слова благодарности я на прошлой встрече попросил, обратился к вам, чтобы вы нас поддержали. У нас единственный драматический театр большой в республике. Республиканский центр был без театра на протяжении 10 лет. Он был закрыт, без заговоренности. В этом году с правительством Российской Федерации мы приступаем к его строительству. Для республики такое важное событие – это центр молодежного и национального творчества. Где? В столице, в городе Черкесии. Это он был, а это вот так планируем сделать. И дошкольные учреждения? Дошкольные учреждения, во-первых, еще раз на благодарность за капремонт школ. Это просто 45 школ капитально отремонтировали. А то, что касается детских садов, мы даже на капремонт из своего бюджета в этом году выделяем 200 миллионов рублей. И 12 детских садиков будем капитально ремонтировать. Очередности у нас от 3 до 7, от 0 до 3 в республике она отсутствует. Но все-таки полное покрытие у нас есть, где-то с подвозом, к сожалению. Но дело в том, что, Владимир Владимирович, я считаю, что используя случаем, если можно, попросить все-таки такую программу, как по капремонту школ, ее по детским садам. Хорошо. Правительству поставили такой вопрос обязательно. Ну, в целом, движение очевидное вперед, это ясно. Идет. Развитие республики заметно. На лыжах катаются? Катаются. 2 миллиона посетило Карачаево-Черкесскую республику, где 500 тысяч населения. Да прилично. А сейчас вот? Сейчас сезон, снег есть, все, народ катается. Я вот буквально посмотрел сейчас в веб-камеру, то есть такая вот, все, посмотреть. Люди катаются. У нас там в Архазии вечернее катание, есть люди и вечером катаются. Трассы освещены, да? Ну, там две трассы освещены, но людей это устраивает, особенно с детками вечером покататься. Да, конечно, если погода хорошая. Одно удовольствие. Сейчас время рекламы, а после продолжим. Шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова в Кисловодском цирке с театрализованным спектаклем «Девочка и слон». Успеете купить билеты? Категория 0+. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все. Рассрочка без переплаты. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике приглашает граждан Российской Федерации для прохождения военной службы во вновь формируемых подразделениях войск Национальной Гвардии. Гражданам, заключившим контракт, предоставляются социальные гарантии. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей в месяц. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Отсрочка платежей по кредитам и ипотеке на время контракта. Льготная выслуга лет. Один день за три. Присвоение статуса ветерана боевых действий, что предусматривает дополнительные льготы. Гражданам, заключившим контракт сроком не менее одного года, в период проведения специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Требования к кандидатам, граждане мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет. Образование не ниже среднего общего, прошедших срочную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. Консультацию по условиям прохождения службы можно получить по телефону 8 928 932 23 45. Они встретились спустя много лет, поделились воспоминаниями о годах службы около 20 воинов-интернационалистов из разных уголков страны собрались в Карачаево-Черкесии в день 35-летия вывода советских войск из Афганистана. О том, как и где прошла встреча со служивцев, расскажет Алла Качиева. 15 февраля, станица Зеленчукская. К памятнику афганцам в центре населенного пункта собираются люди в военных формах с орденами и медалями. Это они, воины-интернационалисты из Новосибирска, Екатеринбурга, Курска, Нижневартовска, Москвы, Белгорода и других городов России, прослужившие в воинской части 80-848 отдельного автомобильного батальона, который занимался доставкой топлива из Шинданда в Кандагар. Наш батальон был, наливной батальон. Мы перевозили керосин, обеспечивали Кандагар дом керосином. Наш батальон называли «Смертниками», так как мы с Шинданда на Кандагар возили топливо. Первый день было страшно, первый день страшно и последний день страшно. Когда выходишь, убьют. А так, все привыкается. Это и жизнь. А человек к этому приспосабливается всегда, как говорится. В этом году исполнилось 35 лет со дня вывода войск из Афганистана. Впервые однополчане решили собраться в Карачаево-Черкесии. Здесь их радушно встречает их сослуживец Зеленчукского района Борис Узденов. Очень рад, сегодня я родился. Вот так я рад, серьезно. Я на свет сегодня родился. Я рад. У меня такой праздник не был никогда. Приехали в Карачаево-Черкесию. Мало того, что мы приехали сюда за 3-9 земель, мы приехали посетить вашу республику и наших сослуживцев. 35 лет практически мы не виделись. И вот спустя столько лет воплотилась наша мечта. Посмотрите, сколько нас здесь собралось. Ну, я думаю, что это стоит дорогого. Огромное спасибо. Мы все служили в одной части, в одном батальоне. Мы практически, можно сказать, что ели с одной чашки и кусали один хлеб. Это всегда у нас в памяти. То есть, этим живем. Всегда, то есть, не бывает бывших афганцев. Мы здесь сообразились. У нашего сослуживца, у Бориса. Ну, мы как бы мечтали, встретились, осуществили эту мечту. Приехали. Спасибо вам большое. Карачаево-Черкесия нас встречает очень гостеприимно. Нам это нравится. Я думаю, по возможности мы будем посещать ваши красивые места. Очень все хорошо. Спасибо. И, как бы, юбилей, 35 лет. Мы с Борей вот не виделись в 36 лет. Приехали обнять, ну, поддержать друга, сослуживца. И вот рады попали. Пришли на митинг, я имею в виду, на возложение. Ну, как бы, вот, считаю, мне все очень нравится. Спасибо большое. Мы-то общаемся давно уже. А вот, чтобы приехать, вот, на юбилей в Новосибирске встречались на 30 лет. Вот сейчас в Боре 35. Вот наша вся команда там. Ну, кто-то смог, кто-то не смог. Ну, кто смогли, приехали. Спасибо Карачаево-Черкесии за гостеприимство, за хлебосольство. Все всплывает такое, что забыли половину. А потом сообща вспоминается. Это очень здорово. Это очень здорово. Потому что у кого-то стерлось, у кого-то осталось. А когда вместе вспоминаем, это здорово. Отнополчане вместе с общественностью приняли участие в митинге, посвященном 35-летию вывода войск из Афганистана. Возложили цветы к памятнику, почтили память ушедших из жизни. Сколько бы лет ни прошло, где бы они ни жили, чем бы ни занимались, их объединяет боевое братство. Хоть и прошло несколько десятков лет, но годы службы в армии отчетливо всплывают в памяти мужчин. Вы знаете, во-первых, это воспоминания тяжелого. Но во втором плане уже только праздник. Уже во втором плане. А так, ну, тяжелые воспоминания, очень тяжелые. Бывает и ком подкатывает, и тем более при общении, когда все это вспоминается. Ну, в общем, праздник это уже во вторую очередь. Также сегодня приехали мы в гости к Уздерному Борю, который нас принял, а также вашу республику. Это, как бы, дата вспомнить свою молодость, своих ребят, которые погибли. Ну, и пообщаться. Как бы время все повзрослели. Там были пацанами, здесь все взрослые. Повзрослели, как кого судьба сложила, жизнь. И приятно, конечно, что мы собираемся. У нас, наш батальон, как бы, у нас традиция. Правда, сегодня не все ребята с нами есть. Есть, которые, как бы, за годами оставили нас, ушли в иной мир. А мы продолжаем жить. С Барином Узденом, вот мы все вместе, в Шинданде, мы на ливники возили топливо на Кандагар. Для самолетов. Ну, и не только на Кандагар, и еще в Лашкаревку, там, везде там. Так что, всю жизнь на колесах, продолжаем дальше. И вот ездим по всей стране, к одному в гости, к другому. Везде бываем, везде общаемся. Вот приятно. И вот у вас побывали. Спасибо вам большое за все. Сегодня знаменательный день. Очень такой, все увиделись, встретились друг с другом, обнялись. И вот хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего-всего наилучшего, хорошего на этом белом свете. Все эти воины-интернационалисты внесли неоценимый вклад в укрепление национальной безопасности нашей страны. Советские солдаты и офицеры в Афганистане проявляли верность данной родине присяге, показывали высочайшие образцы мужества, стойкости и героизма. Мы и сегодня в строю, уверенно говорят о ней. Также служил в сборе, в повторении в одном. Приехал на встречу, потому что мы собираемся частенько. Но это первый раз мы приехали к нему. За 38 лет я его не видел. Возьмем его. Очень большое спасибо Коржае Черкесии за гости принято, за принятие. Очень красиво у вас, понравилось. Людей, отношения. Морис очень довольный, что живет в такой республике. И мы рады за него. Вот такие встречи, вот как у нас происходят, желательно бы почаще, но в юбилей встречаемся, стараемся собираться. Потому что такие встречи дают немножко энергию, силу. Молодеем мы, уже все не молодые по возрасту, а оно дает какой-то импульс. Для дальнейшей жизни. Ну это приятно и здорово. Вы работаете? Я работаю водителем. Продолжаете? Продолжаю работать еще. Еще все нормально, силы есть пока. Все-таки вот, скажите, в молодости вы были на войне. Вы видели и смерть, и кровь, и так далее. Вы, осталось у вас это, как рано? Рано осталось, но со временем она все равно затягивается. Ну, не так больно. Поначалу-то вообще терять товарища, это очень-очень больно. Когда вчера ты с ним, какой вчера, час назад сидели, кушали, а через час его нет уже. Это очень больно. Специально для приехавших устроили праздничный концерт с представлениями. Особое внимание ветераны боевых действий в Афганистане сегодня уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Обращаясь к юным участникам встречи, они говорили, что надо любить и защищать родину. Поблагодарили власти за внимание и заботу о воинах-интернационалистах. Много наших советских солдат, воинов-интернационалистов погибло в этой войне. Мы должны помнить и никогда не забывать этот подвиг, который они совершили. Это должно остаться в веках. Это большая скорбь для советского народа. Теперь уже даже для российского народа, который пережила наша страна эти трагические дни. Отцы и матери сейчас уже лимонуют за то, что погибло? Нет, скорбь все равно осталась в сердцах родителей, жен, детей. Это останется навсегда. Нам нужно возрождать все эти патриотические движения, чтобы наша молодежь с детства уже была привита. Любовь к родине, военное воспитание. Сейчас у нас в последнее время хорошо этим занимается казачество, военно-патриотическим воспитанием. Но нужно это еще больше развивать, потому что все равно объем очень большой, и всех охватить у них не получается. Для этого нужно и полигоны делать, в школах нужно восстановить. У нас раньше и ТИР был, и все. И военно-начальная подготовка проводилась в полном объеме. И сборка, разборка оружия была. Даже устав изучали изначально уже в школе армейской, чтобы, идя на военную службу, уже было представление, куда человек идет, и что от него будет требоваться, что он должен выполнять для своей страны. Было отмечено, что и сегодня продолжаются славные воинские традиции. В российской армии служат настоящие герои и патриоты. Участники специальной военной операции также проявляют стойкость и мужество. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Михаил Гаракелян. Вести Карачаева, Черкесия. IT-трансформация регионов – приоритетная задача, поставленная президентом страны Владимиром Путином. Сбер и правительство Карачаева-Черкесии стоят на пути к решению поставленной цели. Исходя из этого, была проведена дизайн-сессия. В ближайшие 10 лет искусственный интеллект должен быть внедрен во все сферы жизни. Это основной посыл встречи. Насколько эта тема важна для современного общества, расскажет Альбина Ламкова. Искусственный интеллект, в принципе, способен решать широкий спектр задач наравне с человеческим разумом. Все новое всегда настораживает. Что касается искусственного интеллекта, то не стоит бояться. Это технология, которая может быть использована для улучшения нашей жизни и решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Сбербанк применяет искусственный интеллект везде, во всех процессах. И уже достаточно давно мы пришли к тому, что надо не только делать это для себя, но и делиться знаниями о том, как работают технологии, как их лучше применять, как они помогают достичь целей, которые стоят перед организациями или перед властями. Сбир является центром компетенции федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли, а также активно участвует в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Если говорить вообще про искусственный интеллект, то это технология, которая не какого-то будущего, это технология уже здесь и сейчас, а иногда и вчера. Доверять ему можно, как любому чему-то новому не стоит бояться. Искусственный интеллект на самом деле никогда не заменит человека, но он точно упростит рутину и упростит нашу жизнь. Скорость внедрения новых технологий постоянно растет, поэтому важно всегда быть в числе лидеров данного процесса. Большую поддержку в этом нам оказывает Сбер. «У нас есть положительный опыт реализации ряда совместных проектов в данном направлении», отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков. Масштаб использования технологий может быть намного шире, было отмечено во время обсуждения темы. Практическая ценность, общественная полезность состоит в создании удобных сервисов для жителей республики, облегчении работы в режиме рутинности и многозадачности, позволяет оптимизировать работу различных сфер от сельского хозяйства до производства сложной техники и постановки медицинских диагнозов. Примеры разработки искусственного интеллекта и его применения в регионе уже показала эффективность. Уже сейчас мы используем искусственный интеллект в электронном документообороте. То есть есть определенная система, которая позволяет взаимодействовать органам власти между собой. Соответственно, там уже применяется искусственный интеллект. Планируем применять в будущем в финансовых системах, планируем применять в образовательных сферах. Но нам, вот нашим регионам, на самом деле, с учетом специфики нашей, достаточно интересно применение искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства. Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников на команды, каждая из которых обсуждала, как можно применить искусственный интеллект. Эксперты в формате мозгового штурма разработали конкретные предложения по применению его технологий в государственном управлении, образовании, экологии, здравоохранении, транспортной логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Весе, Корчаево, Черкисия. С 22 марта в стране стартует сдача единого государственного экзамена. Чтобы успешно пройти это испытание, необходима хорошая подготовка в течение всего учебного года, считают в Куржиновской школе номер два. С учителями и школьниками этого учебного заведения встретился Али Баташев. Мне больше по душе эта наука из всех школьных предметов. Мне нравится работать с реактивами, смешивать, добавлять, создавать какие-то новые вещества. Мне это очень интересует, очень нравится. Ксения Горбаева мечтает стать биохимиком и в этом году готовится сдавать ЕГЭ по химии. Каждый урок ее классного руководителя и учителя химии Надежды Егоровой открывал путь в мир этой удивительной науки. Сдавать химию в этом году решил и 11-классник Мухаммад Татаркулов. Я хочу сдавать химию, потому что я хочу стать ветеринаром, буду помогать животным в дальнейшем. Я хочу открыть новое лекарство для помощи братьев нашим меньшим. На консультациях, которые проводятся всеми педагогами-предметниками, ребята отрабатывают все темы, получают ответы на вопросы единого государственного экзамена. Все учителя работают на то, чтобы учащиеся справились с поставленной задачей, проводят психологические тесты. У нас хорошо работает служба педагога-психолога и социального педагога, который постоянно проводит тренировочные какие-то, скажем так, занятия для того, чтобы поддержать ребенка и показать ему, что это не страшно, что совсем можно справиться и психологически, и морально. Совместно ведется работа коллектив педагогический, дети и родители. Мы совместно ведем эту работу. Дети работают в бланках, дети работают в разных сборниках, решают онлайн-тесты, бумажные вот эти вот варианты разные. Поэтому эта работа ведется очень активно. Чтобы экзамены прошли для школьника спокойно, необходима психологическая подготовка, систематическая учебная работа и систематический контроль, считают педагоги. Ребята должны набить руку в выполнении тестов, в написании сочинений, изложений. Именно от этого зависит хороший результат. Вопросы, конечно, возникают. Там, где трудности у детей возникают, мы на решу ЕГЭ, там эти работы разбираем более подробно, становится ясно, и мы продолжаем дальше. Я верю в успех и знаю, что наши дети справятся, и все будет у них хорошо. В Куржиновской средней школе номер два практикуются сдачи пробных ЕГЭ, чтобы ребята привыкли к процедуре проведения и меньше нервничали на экзамене. На протяжении всего времени проводим репетиционные экзамены. Во-первых, дети видят свой промежуточный результат, к чему он может прийти, к маю месяца, с какими баллами и на какие баллы он может рассчитывать. Экзамены основного периода, которые выбирают большинство учащихся, пройдут в этом году с 23 мая по 18 июня. Еще есть время поработать над собой и эффективно подготовиться к предстоящей сдаче единого государственного экзамена, говорят учителя. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Урубский район. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова